Плоды Духа Святого. Что это? Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Чем отличаются дары и плоды Духа Святого? Что это такое? Поговорим на известном месте из Писания апостола Павла и послания Галатам 5 глава. Все послание написано на проблему в церкви в Галатии, и это уход от церкви от простоты во Христе, праведности по вере, законничеству, то есть оправданию пред Богом через соблюдение каких-либо законов и правил. И вторая крайность – это угождение плоти, когда свобода в жизни переходит в угождение плоти, и без Духа Святого невозможно жить в свободе и благодати. Вообще я много говорю о дарах и плодах Духа Святого, в зависимости от того, когда вы слушаете этот пост. Я говорю очень детально, до мелочей разбираю эту тему, что помогает, что мешает общению сегодня с Богом. Задавайте вопросы Духу Святому, молитесь, следите за каналом, подписывайтесь, и еще будет очень много о жизни с Богом, Духом Святым сегодня. О плодах говорит Павел. Здесь Павел употребил слово «плод». Не семена, не корень, не дух, а плод. Да, это то, что пришло в нашу жизнь вследствие того, что в нас теперь присутствует Дух Святой. Дух Святой – это не медалька, которую можно положить до времени в кармашек. Дух Святой как огонь, он будет изменять все, чего он касается. Друзья, и как говорит Павел, мы должны поступать так, как ведет нас Дух Святой, ведь Он готовит нас к встрече с Богом Отцом. Дары Духа Святого даны для применения служения в Церкви, а плоды Духа Святого – это результат исполнения присутствия Духа Божьего в нас и наши поступки, ведомые Духом Господним. Здесь можно хорошо понять, если читать всю главу, что мы и сделаем. Плоды Духа Святого – что это? И оправдание верой. Все послание написано на проблему в Церкви в Галатии, и это уход Церкви от простоты во Христе, праведности по вере, к законничеству, то есть оправдание пред Богом через соблюдение каких-либо законов и правил. В то время это, например, обрезание, не украл, не убил – это из десяти заповедей. В наше время это «я же на все собрания хожу, я же никого не убил, я же не наркоман, я же не пью, я же никого не обманываю, и бывает, что я же даю десятину» и так далее. Праведность пред Богом, то есть оправдание нас пред Богом, может быть только одно, а это вера в Иисуса Христа, в то, что Он был распят за наши грехи, похоронен, но на третий день воскрес. Вера – это вера в это Евангелие, это единственное оправдание перед Богом. Ни обрезание, ни не убил, ни пью, ни не курю, ни не ем свинину, ни не плачу десятину – нас не оправдывает пред Богом, только вера. И в пятой главе Павел говорит о двух крайностях, которые обычно приходят к тому, кто живет в законе духа жизни. И вы знаете, друзья, это происходит и сейчас, у тех, кто теряет связь, охлаждается взаимоотношение с Духом Святым. Это не приходит в один день, а долгий промежуток времени, так, чтобы изменились и мысли, и слова. А это – законничество и чрезмерная свобода. Но и это не конец. Павел говорит, что нужно просто выполнять, быть ведомым Духом Господним. Нужно просто изменить свою жизнь, но к этому позже, а сейчас. И плоды Духа Святого – что это? И это быть ведомым Духом Святым. Законничество в жизни. Отпасть от благодати. Это когда мы пытаемся оправдаться пред Богом какими-либо заповедями. И у Галат это – к ним пришел кто-то и начал говорить, что нужно принять обрезание. А к нам, церковь, приходит кто-то и не проповедовал. Чтобы быть принятым Богом Отцом, вам нужно. А сюда вставьте свое слово. Вы – это Галаты, 5 глава, 4 стих. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Дела любви. И истина – это вера, которая действует в нас, проявляется делами любви к Богу и ближнему. Это Галатам, 5 глава, 6, 7 стих. Ибо во Христе Иисусе не имеет ни силы, ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Галатам, 5 глава, 6, 7 стих. Друзья, покоряйтесь истине. Вера – это и есть оправдание пред Богом. Вера, действующая любовью. Это и есть ваша праведность и святость. Плоды Духа Святого. Что это? И угождение плоти. Вторая крайность – это угождение плоти. Это когда свобода в жизни переходит в угождение плоти. 13 стих. Это 5 глава. Галатам, 5 глава, 13 стих. К свободе вы призваны, братья, только бы ваша свобода не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Угождение – это, например, кушать и переедание. Свобода ходить на собрания и не быть членом ни одной церкви. Молиться за других, их одатайствовать и колдовать. Волшебство. Заповедь плодиться и размножаться, и блуд, прелюбодеяние, порнография. Общаться и сплетничать и так далее. То есть взять обычное нормальное дело и изменить, извратить. Чрезмерное употребление и так далее. То есть бесконтрольное употребление. И вот эти состояния законничества и угождение плоти приводят к определенным последствиям, а это определенные поступки. Любовью служите друг другу. Павел пишет, что внутри человека есть плоть, болезнь, которая присутствует у нас от рождения. И теперь у нас есть Дух Святой. Плоть постоянно тянет ко греху. То есть она побуждает, ломает волю человека и заставляет делать грех. Так обычно человек живет до прихода его к Богу, до покаяния. И когда человек искренне пришел к Богу с молитвой покаяния, Бог принимает этого человека, оправдывает, очищает от сделанного греха. И дает ему, наполняет, исполняет его Духом Святым. Теперь в человеке есть и Дух Святой. Дух Святой – это не медалька, которую можно положить до времени в кармашек. Дух Святой как огонь, он будет изменять всего, все, чего он касается. И плоть, и Дух Святой, они теперь действуют на человека. Плоть – это стих 17. Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Галатам 5, глава, 17 стих. Плоть ломает вашу волю, и вы делаете то, чего не хотели бы. Дело плоти. Но плоть – не такое засекреченное духовное существо. Павел пишет, что дела плоти известны. Тут нет ничего суперсекретного. А это? Галатам 5, глава, 19-21 стих. Дело плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Здесь важно увидеть, что плоть не просто сидит в человеке, она хочет и живет через человека, заставляя его прелюбодействовать, враждовать, гневаться, сплетничать и так далее. Это по секрету между вами и мной. Вспомните, когда вы делали что-то и не могли остановиться. Не обязательно грех. Пусть сейчас Дух Святой напомнит вам. Вроде начиналось с обычного, а переросло в плохое. Вот переизбытка. Это делал каждый человек. Вспомните это состояние и чувство после этого дела. Это плоть. Ему не безразлично, что будет с нами. Вы знаете, что Бог Отец так переживает за нас. Ему не безразлично, что будет с вами. Посмотрите, все дела плоти – это ваши проблемы. Ну, вы делаете все эти грехи для себя. Ну и грешите, погибайте. В стихе 21 написано, что поступающий так Царство Божие не наследует. Не наследует, друзья. Друзья, Бог Отец беспокоится не только о нас, но и о том, чтобы мы пришли к Нему, встретились с Нему и были в Его Царстве. И все, что здесь написано, это для того, чтобы мы, вы и я, были в Его Царстве с Ним. Законничество и чрезмерная свобода – это не то, что оставил нам Иисус Христос. Праведность и свобода во Христе Иисусе – это слушать, что говорит Дух Святой, и делать то, к чему Он побуждает. В центре жизни христианина это не закон и чрезмерная свобода, а Дух Святой. Плоды Духа Святого. Что это такое плод? И написано о плодах. Здесь Павел употребил слово «плод». Не семена, не корень, не дух, а плод. Да, это то, что пришло в нашу жизнь вследствие того, что у нас теперь присутствует Дух Святой. Дух Святой – это не медалька, которую можно положить до времени в кармашек. Дух Святой как огонь. Он будет изменять все, чего он касается. Галатам 5 глава, стихи 22-26. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Галатам 5 глава, стихи 22-26. Да, теперь у меня и у вас появились желания, не просто желания внутри, такие как любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера и так далее. Но жить, поступать по этим чувствам. Это приходит только после того, как вас Бог исполнил Духом Святым. А это значит, что Он принял ваше покаяние и оправдал вас в Своих глазах и готовит вас в свое Царство Небесное. Успокоился в Боге. То есть, внутри появился откуда-то мир, успокоился в Боге. Снаружи происходит буря, суета. А в Боге у меня мир. Вдруг приходит радость, особенно в церкви после прославления, проповеди. Было такое? Вдруг, раньше на брата реагировал остро. Не так сказал, не то сделал. А теперь спокойно понимаешь, что и Бог отец не простил. Иногда и намного больше. Раньше реагировал на слова мамы, папы, пастора, всегда вспыльчиво. А теперь выслушиваю. Даже если считаю себя правым, все равно молчу, уважая маму, папу, старшего служителя. Было такое? Вспомните эти чувства. Это Дух Святой. Это присутствие Духа Святого и дает изменения и подталкивает нас, вас на определенные поступки. Дух Святой нас ведет за руку. Ну и наконец, плоть толкает, насилует вашу волю, и вы делаете то, чего вы не хотите. Дух Святой нас ведет за руку. Галатам 5 глава, 25 стих. Если же живем Духом, так по Духу и поступать должны. Дух Святой не насилует вашу волю. Он хочет вместе с вами идти по жизни. Вы должны сами выбирать или выполнять то, на что толкает плоть, или то, что предлагает вам Дух Святой. И скажу словами апостола Павла. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. 5 глава. Галатам 5 глава, стихи 24-26. Да, друзья, так и говорит Павел. Мы должны поступать так, как нас ведет Дух Святой. Ведь Он готовит нас к встрече с Богом Отцом. И плоды Духа Святого – это результат исполнения присутствия Духа Божьего в нас. И наши поступки, ведомые Духом Господним. Плоды Духа Святого – это как плод дерева, милосердие к людям, ко всем. Например, дары Духа Святого только для применения «в», для церкви. То есть дары – это как инструмент для того, чтобы жить и стать частью церковной общины. А плоды, они действуют везде, они изменяют всю нашу жизнь, и не только в церкви. Друзья, прав я или не прав, спросите у Духа Святого. Спросите сейчас, помолитесь. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись и вы получили слово откровения Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.